Бомж Бомжники торговых сетей налаживают с ними контакты. Общественность пытается вернуть их в социум, чтобы обезопасить себя. Ведь если в Союзе их были тысячи, то теперь сотни тысяч. Где вы живете, как вы живете? Вот здесь, на теплотрассе. Мы ночуем иногда наверху, просто сейчас в теплое время. А в холодное время, когда дожди, туда спускаемся. Живут так они уже три года. По одному сложно, поэтому у Николая есть названная жена. Парой жить легче, иногда можно позволить себе поболеть. Заболеть же, будучи одному, означает верную смерть. У каждого бомжа своя история прихода в это сообщество. В 95-м году я приехал сюда с мужем на встречу для дома, где я воспитывался. Он болел, у него был цирроз печени. И ровно через год, 26 марта 96-го, он скончался. Потом с 3-го Николая. Вот так и остались. Где только не жили. Особенно нравилось жить в подвале одного из ульяновских домов, ключи от которого давались лесаря. Но жить тихо не получалось. Жильцы первого этажа пожаловались и семью бомжей выселили. В поисках более-менее постоянного пристанища прошли годы. Наконец нашлась теплотрасса. При ее ремонте сняли плиту. А потом, когда заделали течь, трубу не прикрыли. Пространство под плитой рядом с трубами стало постоянным пристанищем для бомжей. Мы здесь знаем, что они здесь находятся. Просто вот сегодня два человека находятся. А так, сколько проезжаешь, смотришь, утром выезжаешь с мостовой, здесь человек 5-6, может даже больше, еду готовят на костре. Тут сколько приходим, кости собачьи находим, что видно, собака раскатывали, выращивают, а они едят. Признаки первобытной оседлости налицо. Более-менее постоянное место обитания, домашненные животные, которых используют в пищу. Однако, если вдруг однажды теплоком или его клиенты, жители города, обратят внимание на то, что раскрытые трубы греют зимой и летом воздух Ульяновска, а платят за это счастливые облататели горячей воды в квартирах, то пещеру закроют. И полудиким людям придется искать себе новое пристанище рядом с цивилизацией 21 века. Нельзя сказать, чтобы человечество забыло о них совсем. В Ульяновской области есть даже специальная организация, которая обязана заниматься их встраиванием в социум. Но, как выяснилось, у нее слишком длинное название и многообразные обязанности, чтобы заниматься бездомными качественно. Изначально в основной массе наше учреждение заработало именно в таком формате в 2012 году. Изначально мы работали в формате мобильной группы. Предполагалось, что у нас будет здание как стационар для лиц без определенного места жительства. Но в связи с отсутствием финансирования этот вопрос пока только в разработке. Сегодня мобильная группа до сих пор ездит по городу, раздает сухие пайки с питанием. Найдя заболевших или старых, помогает устроиться в дома престарелых. Для ночевки организация обладает всего лишь двумя койко-местами, и это на всю Ульяновскую область. Сотрудники признают, в существующих условиях добиться видимого успеха сложно. Несколько человек должны выполнить необъятный объем работы. Готовить документы для судов по восстановлению гражданства, представлять там интересы. Новообразованных граждан кормить, устраивать в дома престарелых, искать, проводить беседы. Многое можно и нужно улучшить в работе организации. Должно быть у нас здание, должно быть учреждение, как это сделано во всех регионах Российской Федерации. Практически во всех. Я ездил в Самару, смотрел, в Казани тоже есть, я ездил в Санкт-Петербург, смотрел. У них там в каждом районе есть дома ночного пребывания, так называемые. То есть это... А у нас в городе Ульянске нет такого. Эти дома позволяют не только уберечь бездомных от смерти и голода, но и снижать риски распространения туберкулеза, сифилиса в шее и прочего. Поскольку проблема не нова, да и отсутствие ее решения не новость. Помощью подобным людям занимаются различные фонды и некоммерческие организации. Их работа разобщена, поэтому где-то могут покормить два раза, а где-то просто пропустить. Пока наша съемочная группа работала над сюжетом, вскрылось несколько проблем, связанных между собой. Несанкционированные свалки рано или поздно будут заселены бомжами. Недоработки на теплотрассах означают то же. Кроме того, недорого ли горожанам оплачивать потери тепла и воды, которыми пользуются только бомжи? В 70-80-х годах прошлого столетия здесь был пляж. Здесь отдыхали ульяновцы. Теперь здесь мусор, развальные здания и бомжи. Что с этим делать? Жители не раз проводили субботники, но на большее они не способны. Благоустройство – дело затратное. О бомжах, которых мы нашли в государственном учреждении, не знали, но о них знали в Центре Свобода. Организация дает им возможность зарабатывать трудом. Люди собирают по берегу Свияги пластик и сдают его. Побережье становится чище, а людям есть на что купить еды. Однако этой помощи мало, пока некоммерческие организации не могут в некоторых случаях кормить, а в некоторых предоставлять ночлег бездомным. Общественники к этому готовы. Президент Путин в послании к Федеральному собранию почти год назад заявил, что государство должно отдавать некоммерческим организациям то, чего не может сделать самостоятельно. Видимо, чиновники, курирующие работу с бездомными, пока президента не услышали. Общую проблему так или иначе придется решать, и лучше это делать сообща. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.